Здравствуйте! Меня зовут Наталья Батманова, менеджер-аналитик, и я знаю про мясо почти все. Каждое утро от наших проверенных поставщиков на завод поступает охлажденное мясо высшей категории в виде полутуш. В Кул Клевер мы тщательно следим за качеством мяса. Сначала оно проходит обязательный ветеринарный контроль. Так мы исключаем попадание на производство мяса с антибиотиками или солевым раствором для увеличения веса. Мы уверены, что шприцованного мяса в Кул Клевер не будет. Я 20 лет работаю в Кул Клевер, и мне давно задают этот вопрос. У вас такая большая мясная витрина, а почему говядины нет? Ну почему же нет? Есть! Говядина у нас есть в формате стейков. Это мраморная говядина. Стейки премиум класса из мясной породы бычков Абердин Анкус. У этой породы выражены мясные качества. Она отличается нежностью, сочностью. Высшую категорию мраморности удается получить благодаря отменной генетике, кукурузному откорму, свободному выпасу. Я эти стейки всегда беру, когда хочется чего-то особенного. Или беру мясо молодых бычков. Мы его предлагаем гостям вместо обычной говядины. Молодые бычки – это от года до 3 лет. Именно к этому возрасту в мясе накапливается максимум полезных веществ, необходимых для полноценного питания человека. Мясо молодого бычка более нежное, сочное и нежирное. А еще оно готовится намного быстрее, чем мясо взрослого животного и обладает насыщенным вкусом. Вот такая золотая середина между телятиной, которая еще не успела накопить достаточно микроэлементов и жиров для сочности, и говядиной, где уже много прожилок и жестких волокон. Почему мы не предлагаем телятину? Тут, как я уже говорила, и сочности меньше, и насыщенности вкуса, и аромата. Настоящий сочный стейк или наваристый суп из телятины не приготовишь. А вот из мяса молодых бычков еще как. Важно не только то, какое мясо вы готовите, но и то, какая это будет его часть. Мы одними из первых на рынке предложили гостям кулинарную разделку из разных частей мяса – шейки, лопатки, окорока, потому что все они требуют разного способа и времени приготовления, чтобы блюдо получилось сочным и нежным. Для приготовления каждого блюда нужен свой подходящий кусочек. Такая работа проводится вручную и требует суровой мужской силы и, конечно, острых ножей. Работа обвальщика – дело непростое, требует высокой квалификации. На нашем заводе разделкой мяса занимаются люди, которые работают по 20 лет и даже больше. Они, как никто другой, знают свое дело. В работе учитывают анатомическое строение туши. Словом, нам очень повезло, что у нас работают такие специалисты. Сейчас их найти непросто. Благодаря ручной нарезке мы получаем аккуратные кусочки мяса среднего размера, без грубых волокон и жилок. В итоге у нас получаются кусочки практически под любое блюдо. Например, из мяса молодого бычка стейки из толстого края отлично подходят для жарки. Еще более сочными они получатся, если их отбить или замариновать. Грудинка, благодаря сочетанию мяса, жира и костей, самое удачное мясо для супов и бульонов. Окорок подходит для медленного жарения или тушения. Лопатка в основном используется для варки или из нее можно сделать гуляш, порезав на более мелкие кусочки. Мы подумали и о тех, кто хочет сэкономить время. Берите уже почти готовые блюда в пакете для запекания. Их достаточно только положить в духовку и готовить в соответствии со временем и температурой, указанной на этикетке. И у вас получится блюдо ресторанного качества. Мясо молодых бычков очень универсальное. Мы создаем с ним нашу мясную кулинарию, готовую еду и линейку детских продуктов мясного вкусняшка. Котлетки, пельмени и фрикадельки. Для фарша используются технологии двойной прокрутки, что позволяет создать продукты с максимально нежной консистенцией. Пусть все ваши мясные блюда получаются вкусными, сочными, словом идеальными. И пусть ваш четверг будет добрым. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...